Я приветствую Стрельцов на экспресс-раскладе на сентябрь 2022 года. Мы посмотрим общее настроение месяца, быстренько пройдемся по сферам и подсказочку возьмем от астрологического оракула. Поэтому сейчас загадайте желание на сентябрь или задайте вопрос, который вас интересует, ответ на который или подсказку вы бы хотели получить. И поставьте на паузу или ждите, пока я делаю раскладку. Так, сосредоточьтесь там, желание, свой вопрос. Итак, общее настроение месяца, работа, начало месяца, работа, конец месяца, деньги, материальные. Смотрите, как стрельцы, молодцы! Так, материальные, денежные, начало месяца и конец месяца. Хорошо. Социум, взаимодействие с людьми, начало месяца, конец месяца. И любовная сфера отношения. Начало месяца и конец месяца. Так, ну что, давайте приступим. Общее настроение месяца и то, что ждет в сентябре, это башенка, будут какие-то изменения, возможно, в жизни или в вашей голове, в сознании, да, в понимании вообще мира, в том, как, что нужно делать. Потребуется ваше быстрое вмешательство для того, чтобы разрешить какую-то ситуацию, которая перевернет практически все. Или мысль, да, или какая-то информация, которая поступит в вашу жизнь, она полностью разрушит то, что было раньше. Возможно, вы что-то планировали, и при новых водных, да, вы поймете, что так нельзя, нужно что-то переделывать. То есть это максимально быстрая трансформация. Даже не я не сказала трансформация, да, а изменение ситуации. То есть сентябрь у вас будет достаточно такой активный, дейкинный. Итак, на работе. Начинаете работу сентябрь таким, прям, я бы сказала, инициатором, инициативным работником, у которого все складывается, все хорошо. Он такой, знаете, быстро-быстро давай сейчас сделаю, тут помогу, тут помогу, да, сейчас мы тут все устроим. Какие-то новые идеи приходят. В общем, все движется, причем очень быстро-быстро-быстро. И к концу месяца во второй половине вы проходите такой достаточно хороший путь, да, в короля жезлов, когда вы практически можете управлять какими-то своими, опять же, импульсами, то, что вы хотите применить в своей работе, то, что вы хотите внедрить, управляете людьми, возможно, подчиненными или коллегами, да, можете делегировать, и все у вас складывается. То есть я скажу, вот по этим данным, у вас очень такой деятельный, но в то же время, знаете, такой, когда вы на коне, вы победитель, то есть работа у вас будет прям ого-го. Денежки, финансовая сфера. Начало месяца начинаете такой королевой Пентакли, когда вы знаете, как расходовать ресурсы, когда вы знаете, куда их лучше направлять, когда вы знаете, как их сохранять, когда вы знаете, откуда их достать, как ими управлять и так далее, да, и даже вот по уровню дохода, я скажу, у вас достаточно, на начало сентября очень все хорошо, то есть деньги у вас есть, и, естественно, если бы у вас не было, да, как бы вы бы их распоряжались. То есть получается, что достаточно хорошее материальное состояние. Во второй половине месяца может возникнуть такое состояние, когда вы будете понимать, что для того, чтобы приумножить свой капитал, вам нужно зайти с кем-то во взаимодействие. То есть сами вы молодцы, умеете все прекрасно делать, и, да, ну, для приумножения, для того, чтобы еще поиметь, да, вам нужен кто-то или партнер, или коллега, с которым, как сказать, наладить коммуникацию, да, чтобы работа лучше спорилась, или если это ваш собственный бизнес, да, то есть опять же, как я говорила, партнера взять, или, допустим, провести какие-то переговоры, да, которые помогут вам большего достичь. Социум. Начало месяца, я бы сказала, такое, знаете, спорное. Может возникнуть ситуация, когда на самом деле будете с кем-то спорить, доказывать свою точку зрения, не слышать своего собеседника, не слышать доводы, которые он вам будет говорить, и вы не будете видеть того смысла, да, того посыла, который он хочет вам донести. То есть вы закрыты, вы не готовы к, так скажем, такой хорошей конструктивной коммуникации. И к концу месяца, во второй половине, да, к чему вас это может привести? К тому, что вы не будете владеть полным, скажем так, объемом информации. То есть вы, опять же, если здесь останетесь на своем мнении, да, не прислушаетесь к тому, что вам говорят, во второй половине сентября может случиться так, что недостаток какой-то информации заставит вас или медленнее двигаться к той цели, которую вы хотите, да, или наоборот так немножечко зависнуть, да, то есть получается, что осторожно, чтобы не сделать лишний шаг, чтобы не сказать лишнее слово, чтобы, не дай бог, ни себя не поранить, да, какие-то там последствия не заиметь, ни других. То есть здесь нужно быть аккуратнее, да, и в первой половине прислушаться к тому, что говорят люди. Даже если вам это не нравится, да, окей, они имеют право на свое мнение, но потом с холодной головой, да, подумайте все-таки о том, что вам говорят. Дальше. Дальше отношения и любовь. Начало месяца начнется таким немножечко с упаднического состояния, когда у вас вроде как все хорошо, но чего-то не хватает, вроде бы вот у меня есть какие-то отношения, если, допустим, вы в паре, но то ли драйва не хватает, то ли какой-то романтики не хватает, то ли еще чего-то не хватает, да, то есть вы будете больше сконцентрировать свое внимание на том, чего вам чего-то не хватает. Или если вы свободный стрелец, то, опять же, ну вот хотелось бы романтики, хотелось бы какого-то взаимодействия, хотелось бы партнера уже, елки-палки, да, хочется вот этого всего, но не получаю. То есть больше такая, знаете, как концентрация на негативных таких посылах, на негативных эмоциях, на каких-то переживаниях и так далее. Во второй половине месяца, смотрите, у нас уже двоечка кубков, это когда вы понимаете, что эмоции нужно с кем-то разделять, эмоции нам даны не для того, чтобы жадно их самому для себя испытывать, а с кем-то ими делиться. И, собственно, вторая половина месяца предоставит вам эту возможность. Если вы в паре, то, соответственно, в паре будете со своим партнером делиться теми эмоциями, которые у вас возникают, и так далее, чувствами. Или если свободный стрелец, то тогда, возможно, появится или может быть действительно потенциальный партнер, или, может быть, вы поймете, что на самом деле семья, передавая свои отношения к семье, мы тоже можем наполняться теми хорошими эмоциями. Но то, что вы будете с кем-то прямо вот так вот делиться, это точно. Так, давайте посмотрим теперь подсказочку. Вспоминайте вопрос или желание, которое вы задавали в начале видео. Мы сейчас посмотрим, что астрологический оракул вам советует. Итак, время исцеления. Подумайте над тем, нужно ли вам взять паузу, то есть если вы гоните, гоните сильно к реализации своего желания, или какая-то ситуация возникла, которая не разрешается, подумайте о том, чтобы, возможно, взять паузу и просто передохнуть, выдохнуть, отдохнуть и просто ничего не делать. А с другой стороны, на самом деле, время лечит, да, возможно, то, что сейчас происходит, то, что вам не нравится, то, что делает вам больно, оно в конечном итоге сменится, и все придет к двойке кубков, да. Вот такой расклад был вам, стрельцы, на сентябрь. Ставьте лайки, подписывайтесь и до встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok